радио 54 да это считается дикие животное и то есть попугай не все понятно пугай домашние давно живут с человеком и конечно многие думают что они люди потому что они скоро на людьми намного проще а пеликаны да помимо того что они стайные животные нужно сразу договариваться с группой в отличие от попугаев а нельзя одного подговорить он подговорит других наоборот как раз таки так и надо делать с вожаком лидера сначала найти лидера до договориться с ним и потом уже когда ходят лидера проводят какие-то как с людьми на выявление лидера видно сразу всегда у пеликанов видно во первых у него сразу появляется на голове корона у него у лидера вырастает длиннее переда то есть сразу по нему сразу видно что он лидер природа так задумала то есть это ведь не никак не вырастешь специально же эти перья круто или или они наоборот они когда ну то есть у них передел власть они друг друга так свержение происходит у людей только у девочки лаком для волос вот если гелем да то есть а по-другому никак я думала наоборот что вот если рождается пеликан который у которого вырастает больше перья значит он и главный да оказывается нет все таки исходя они сами решают а потом харизматичным ответственным смелым и тогда стая даст ему право и как вы его умасливаете чтобы он других подговорил любовь и лаской но рыбой тоже не отказываются на самом деле какую рыбу они кушают слушайте но пеликаны так как они живут у нас на волге они астраханские чуваки поэтому они любят пресноводную рыбу едят его было тоже но она просто жирновато и и очень в маленьком я представляю паблик вконтакте астраханские чуваки и там пеликаны сидят вообще самое любимое это карасики такие вот прямо аппетитные маленькие с ладошку вот они прямо как деликатес это вот в качестве поощрения за трюк но вообще по плану там к скольки разовое у них питание режим трех четырех разовое в день обычно и там какой-то другой уже вид рыбы какой-то корм самим нужен и рыба он ли только рыба пресноводная рыба та которая обычно водится в озерах в реках ближе там где растут камыши то есть чем свежее тем лучше ребят лучше всего живая рыба самая лучшая как бы мороженое но опять же таки смотрим главное качество а вот у нас на сибирском зоопарке есть кудрявые пеликаны розовые а у вас какие у нас розовые да у нас класс а вы были на зоопарке конечно у вас очень крутой зоопарк кстати я могу очень похвалить ваш зоопарк он даже лучше чем некоторых столицах нашей и родины между прочем да и народное русское название розовый пеликана баба бабура бпа птица но это наверное связано с легендой потому что есть легенда есть легенда про specialized пеликана потому что это символ заботы о потомствиём розовый пеликан международный символ заботы о потомстве ребята вы можете загуглите это чистая правда а легенда такая что когда не хватало еды, мать выкормила собственной плотью своих детенышей. Ой, какая грустная легенда. Грустная легенда, но по факту... Мать-пеликанша. Мать-пеликанша, да. Я думала, сначала про людей пойдет речь, потом про пеликан. Вот. Но получилось как? Осенью грудь у розовых пеликанов становится красная, бордовая такая, если они естественного окраса. Само по себе вот так происходит, потому что вот они РК-образные. Ну, это как зайчики становятся серенькими или беленькими, да, так же. А древние люди увидели вот это изменение и, наверное, сделали немножко неправильные выводы. Именно что пеликаны очень обильно заботятся и о своих детях, строят пары на всю жизнь. Как лебеди, кстати, строят пары на всю жизнь. И даже я читал в одном журнале, что через поколение помогают своему потомству. Очень круто. Бабули. Вот почему она называется баба. Бабура. На манеже и пеликаны, и попугаи. Пеликаны и попугаи летают друг друга, не трогают. Зрители не трогают. Зрители не трогают. Размах крылья пеликаны, я догадываюсь, намного больше, чем... Более трех метров. Больше трех метров. Как же они умещаются. Это третья по величине птица в мире. Кстати, розовый петербург. Они летают сразу над зрителями, чтобы в цирке под куполом достаточно много места. А, простите, шапочки на входе выдают? Это к деньгам, ребят. Мы стараемся... Это не просто билеты в развлекательное шоу, это вложение в свое будущее. А ты думаешь, почему я голубей подкармливаю у нас вот здесь под окном? Ты тоже хочешь к деньгам. Конечно, зарплату повысили. Так ты подкармливаешься, когда высовывайся тогда из окна, то что же ты прячешься? Они меня уже узнают. Все нормально. Серьезно, попугаи, если они так легко и в домашних условиях... Ну, конечно, там люди в Новосибирске дома не держат ару желто-синюю, но все равно... Хотя может быть. Может быть. Кто его знает. Кстати, это очень распространено. Да, да, да. Ну, и вопрос такой. Если попугаев все-таки не очень трудно дома научить разговаривать, чему еще можно их научить в домашних условиях? Каким-то трюкам, интересно. Ну, слушайте, как и с собаками, надо заниматься, да? То есть с домашними животными надо со всеми заниматься, уделять им внимание, потому что они очень любят это внимание и, конечно, сразу налаживается в семье такое добродушное отношение. Попугаев можно легко сделать таким же ручным и ласковым, как собачку, да? Так он изначально такой есть, потом просто начинает требовать к себе внимания и бывает... Можно разбалывать на животных. Единственное неудобство, если содержание в домашних, это громкий голос. То есть соседи, держитесь. Да. А так попугаи в домашних условиях могут делать трюки абсолютно любые, вальсы на руках, перевороты, вот даже на столе он будет открывать крылышки, ложиться на спинку, чтобы ему почесали животик. Ну, во-первых, нужно завести какую-то треногу с палочкой, чтобы отправлять его, и он больше летал, потому что в природе они много летают, а квартира как бы ограниченное пространство. Даже для этого, в принципе, обязательно нужно завести либо какую-то вот там полочку, жердочку, да, на которую бы он прилетал, и отправлять с руки, постепенно увеличивая расстояние. Ну, у кого какая квартира, понятное дело, что... Но по максимуму надо заниматься с животным, потому что это очень благоприятно влияет даже на здоровье животного. У нас есть ассистенты, но в процессе становления, конечно, мы там жили вот с этими пеликанами, в начальной стадии даже было такое, что мы просто приходили туда, брали с собой книжку, чтобы они привыкали к нам, потому что изначально это были взрослые пеликаны, они нас боялись, и чтобы они ближе подходили, просто нужно было наше присутствие. То есть, да, брали книжку какую-то, читали, вот один подходит там, протянул руку, погладил немножко, тот отошел. И вот потихонечку это доверие заслуживалось, заслуживалось, и сейчас у нас контактные пеликаны, то есть можно не в каждом зоопарке так можно подойти к птице и погладить, чтобы она сама шла и хотела... Вы прям разрешаете посетителям это? Да, у нас детки гладят пеликанов, пожалуйста, можно подойти погладить, зная, что... И потом здоровье будет все 100%. И рыбку в клювик, оп, там типа... Как оплата, оп, все, спасибо. Почему бы и нет? И так тоже участвуем. Практикуем, да. То есть, ну супер, но это, наверное, привыкание длится многие месяцы. Годы. Годы даже. Это годы. Вот это да. Это сложность в том, что каждый номер делается с животными, делается годами. И потом он эволюционирует. То есть не меняется 100% на 100%, да, такого не бывает. Он эволюционирует с простого, более сложный, сложнее, сложнее, сложнее. И вот так вот, как бы он вырастает в что-то новое. Может быть такое, что мы пришли, позанимались там потом два часа, то есть час-два часа репетиции, потом несколько часов мы там занялись организационными вопросами и пошли домой отдыхать. Но такое бывает редко, это практически выходной. Обычно мы приходим и вот рутинных вопросов по животным, помимо того, что каждому нужно уделить внимание, хотя бы, если каждому животному, вот у нас 9 попугая и 6 пеликан, каждому по полчаса уделить, уже полдня прошло. Хотя казалось бы, а уделить каждому животному время, это значит с ним просто поговорить, поговорить, погладить. Это обязательно, чтобы он вас не забыл, да, чтобы он... Не то, что не забыл. Это его потребность ежедневная. То есть если... Вообще не есть человек. Так же, как и, если домой берется какое-то животное, то есть если мы начали о нем заботиться и как-то его приручать, то, естественно, мы несем за него ответственность. И ему... Это его потребность. Если с ним не разговаривать, он будет грустнеть, 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 работать перестанет. Ну, работать не перестанет, но он может начать болеть, например, потому что это, как бы, душевные раны прямо нанесем. Когда мы работали артистами балета, мы работали в Китае в театре. И вот, значит, мы несколько месяцев готовились к премьере. И тут прошла премьера, все мы отработали, завтра первый выходной, и мы с китайскими коллегами решили пожарить вместе шашлыки. Шашлыки китайцы тоже жарят? Да. Ну, они тоже жарят мясо, да, они просто их не называют шашлыками. Ну, так вот. И так получилось, что мы начали это делать на автомобильной стоянке вечером, и ребята-китайцы пошли за продуктами, а я разводил угли и начинал жарить первую порцию мяса. Вот. То есть мы были с Дашей вдвоем в это время на территории театра. Все это происходит. Театр в горах, на территории театра мы, значит, жарим шашлыки, и подъезжает машина. Оттуда вываливается какой-то пьяненький мужичок с тремя тетками, Накачанный китаец? Нет, не накачанный китаец, простой какой-то такой с кузиком китаец, начинает мне советовать, как жарить шашлыки. А помимо того, что я уже и так устал, мне вот уже вообще пожрать и идти поспать. Вот по-честному, вот такие желания у меня были. И я как бы так сначала вежливо пытался намекнуть на том, что как бы пора бы... Как бы по-китайски вежливо намекнуть, что пора бы. И вот, и он начал как бы дуть на угли, вот наклонился, начал дуть. А я этим веером, которым раздувал огни, и так ему аккуратно по носу, чтобы он немножко обиделся, и как бы, ну и все. Вот. Но он через какое-то время уехал, слава богу, мы перекрестились, дальше все прошло хорошо. Но соль не в этом. А соль в том, что через полгода забегает к нам переводчик наш и начинает... Очень уважаемый человек вас зовет в гости, собирайтесь быстрее, все, это... Мы непонятно, что случилось такого. Значит, ну оделись там, по дороге я еду, говорю переводчикам, ну по русской традиции с пустыми руками нельзя. Давай хоть заедем, там тортик купим. Заехали, мы купили торт, и я как с этим тортом, не знаю, кто, кто нас зовет такой очень важный человек, потому что переводчик аж вспотел. Настолько он важный. Настолько он важный, да, человек. Мы едем в гости, и по дороге оказывается, что это министр горнодобывающей промышленности, который заведует добычами пород, так как Китай строится. Да, и когда открывается дверь, я чуть не уронил этот торт, потому что это был именно тот чувак, которого я подошла в веру. Иди отсюда. Вот, да, и я думаю, куда бы так провалиться-то? Ну, мы, кстати, дружим, и я поздравляю вас с Китайским Новым Годом, и дальше у нас все хорошо случилось. Но он помнил, он не обиделся. Он не обидел, он сказал, что был на нашем выступлении шесть раз, ему очень понравилось. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.